And now, from the city of Irkutsk, Голодный Productions presents the Art of Programming Podcast. Unique, one-of-a-kind, Siberian flavor in the world of IT. Unique, one-of-a-kind. Как-то вот объединяющий принцип какой-то должен быть. И оказалось, что мы все участники конференции Highload, которая пройдет вот скоро-скоро. Мы про это поговорим немножечко позже. А сейчас я хочу представить моих коллег. Это Александр и Павел. Ребят, здравствуйте. Да, привет. Добрый вечер, я бы даже сказал. Да. Парни, слушайте, на самом деле, я когда смотрел доклады, когда они появились на конференции Highload, я обратил внимание, что есть ряд докладов, которые являются парными. Вообще парный доклад вести сложно, но мы об этом поговорим немножечко позже. Меня зацепила, на самом деле, тема. Такая, как это? Дело в том, что когда-то, когда я только-только пришел, значит, в IT, я начал работать у провайдера. И одна из первых работ, с которой я столкнулся, не самая первая, но одна из первых, это работа с финансами, а именно с биллингом. И то, что я сейчас увидел, немножечко, как это, тема биллингов, тема обсчета денег, которые появляются на Highload регулярно, она меня, конечно, греет, в общем, во всех местах. А ваш доклад посвящен будет теме Финопса, но об этом, как я сказал, немножечко позже. А как вы вообще в эту тему пришли? Ну, наверное, давай попробую я рассказать, да. То есть я работаю в Сбере и занимаюсь R&D в части нашей облачной платформы, платформ Ви. Знаешь, довольно большое количество новых продуктов проходит через мою команду, то есть мы их создаем, делаем различные MVP, и в том числе, как-то так получилось, моя команда написала биллинг. И я подумал... Это нормальная история. Да, и знаешь, и подумалось, что на самом деле, как бы, жизнь такая, что за все надо платить деньги, и это касается и облачных сервисов, и всего остального, и мы подумали с Пашей, а не сделать ли доклад на эту тему, потому что, ну, это интересно, это нужно, сейчас все находятся в облаках, и если ты не в облаке, то ты медленнее. А сейчас быть быстрым чрезвычайно важно. Так, соответственно, Саш, ты, соответственно, Александр, ты работаешь, соответственно, в Сбере, в Сберте, я даже не побоюсь этого, или в Сберте, да, вот, как-то там длинно все, как бы у вас огромная структура, на самом деле огромное количество и технологий, и людей, соответственно, я работаю в Яндекс.Клауде, а Павел... Почему мне не удалось сразу-то нас всех как-то собрать в одну эту категорию, потому что Павел работает, я так понимаю, в ВТБ? Да, в Сберте. А ты каким образом к Финопсу? Ну, помимо того, что, конечно, ВТБ это про деньги, но какое отношение имеешь к Финопсу? Кто я вообще такой, что я тут делаю, да? Вообще говоря, я тоже занимаюсь облаками, вот, но я занимаюсь немножко другим, я занимаюсь безопасностью облака, вот, и вообще говоря, в какой-то момент, ну, то есть это мое основное образование, компьютерная безопасность, в какой-то момент я понял, что безопасность это про деньги внезапно, вот, про оценку рисков, поэтому, ну, сразу, как только я попал вот в эту облачную тусовку, скажем так, вопрос того, а что вообще, вопрос всего того, что касается денег, мне был достаточно интересен, вот, и когда Саша предложил, точнее, рассказал мне про вот эту тему с Финопсом и предложил съездить на Хайлоут и рассказать это другим людям, я сразу согласился, мне стало интересно. Слушайте, а на самом деле вот эта тема Финопса, она же к нам, ну, как и многое в IT, оно к нам пришло с запада, и вот вы меня поправьте, я как бы не настоящий сварщик, а здесь как бы наблюдающий за некоторыми трендами, кажется, что вот эта вся шарманка завертелась после такого, ну, очень большого, очень яркого старта Амазона, точнее, его сервисов, АВСа, и вот как бы там, когда там все стартапы туда пошли, огромное количество компаний, то есть не прям с самого-самого начала, но вот как бы с каким-то лагом, с небольшим, и потом, соответственно, оттуда расползлось по миру. Ну, я скажу так, ты абсолютно прав на все 100%, и, конечно же, знаешь, как-то была некая сингулярность, потом появился Амазон, потом как бы он стал все больше и больше зарабатывать денег, и это привело к тому, что биллинговые файлы Амазона в какой-то момент времени стали абсолютно нечитаемы, и вот наступила та ситуация после того, как все полюбили облака, что люди поняли, что на облаке можно как заработать, так и, в принципе, довольно много потерять, и вот примерно действительно через года два, да, появился целый пласт стартапов, компании, которые уже сейчас уже далеко не стартапы, которые умели трактовать, переводить, что же написано в биллинге облачных провайдеров в язык айтишников и в язык финансистов. Слушайте, ну, на самом деле, это же тоже интересная такая тема, некоторые, как это, там же целые подразделы появились, там оптимизация этих планов, там, соответственно, как можно инфраструктурку затюнить, чтобы платить меньше, ну, то есть, как бы там, ну, то есть, изначально, да, понятно, мы сначала пытались разобраться, за что же мы платим на самом деле, да, когда особенно, чем больше компаний, чем больше сервисов запускается, чем больше ты используешь, а Амазон, когда мы вот открываем список сервисов, которые поддерживаются, я думаю, что у неподготовленного человека это выживает некоторый шок, потому что ты приходишь, а там что-то черт ногу сломит, как бы там в консольке-то вообще просто не разобраться, ну, сходу так, по крайней мере. Вот в целом вот это уже состоялась целая индустрия FinOps, или, ну, в смысле, как бы она как-то цивилизуется, есть уже какие-то там, я не знаю, материалы обучающие, или это пока еще новообразовавшийся рынок? Ну, смотри, есть FinOps Community, такой, знаешь, маленький такой, маленький-маленький CNCF-чик, и у них даже есть FinOps Landscape, в который можно точно так же, как CNCF Landscape, навигировать, что-то там смотреть, но продуктов мало, по сути, да, и почему мало, потому что ни один продукт не охватывает полностью все, охватывает какой-то узкий кусок, действительно, кто-то переводит, да, кто-то оптимизирует, ну, развивается, то есть... Такой нарождающийся еще пока рынок, да? А я тебе объясню, почему. Я бы даже сказал... На самом деле... Да, 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 пожалуйста, давай, ты... Да, немножко добавлю, ставлю свои пять копеек. Я бы даже сказал, что FinOps, он вот с тех самых пор, как Amazon появился, им начали активно стартапы пользоваться, он все время есть, просто... Ну, как... Никто не говорил, что у нас есть FinOps, да, просто стартапы всегда считают деньги, потому что для стартапа это... Ну, пока они не получат огромное вливание и не пойдут, там, бухать в Кремниевой долине, вот, они считают каждую копейку, и, по сути, это, можно сказать, такой вот прото-финопс, да? Слушайте, а вообще, влететь на деньги, ну, с любым вообще провайдером, это же вообще плевое дело. Ну, то есть, в смысле, как бы ты там, как это, отвернулся чайку налить, а у тебя там, ну, не знаю, там, в обжиг сториджа набежало всякого разного. За что-нибудь там картинка завирусилась, и все, и досведули деньги. Мы этих историй, мне кажется, миллион просто видим. Они там и на хабре мелькают. Обычно, знаешь, они такие-то катастрофические выглядят. Я тут лег спать, а утром, типа, у меня минус 50 тысяч долларов. Вот, как бы, есть какой-то личный опыт. Но мне, кстати, повезло. Я как-то это, достаточно активно все отключаю, с чем экспериментирую. Ты знаешь, я работал на проекте по миграции Роклова хранилища в прекраснейшую базу данных Google Аналитическую, Google BigQuery. В принципе, хранилище, как бы, тогда считалось просто огромным. Сейчас этими цифрами никого не удивить. Сейчас, наверное, такое школьники на Радуино крутят уже. Но тогда это было 300 терабайт. И ты знаешь, я взял, написал кверю. Немножко с группировочкой, немножко с order buy, и кверя стоила 80 долларов. Она действительно отработала минут за 15, а через два дня ко мне пришел менеджер-сдоказчика. Типа, чувак, да. Тут есть вопросики, да, давай порешаем. Как это произошло, мы не знаем. То есть, наверное, у них какие-то были отчеты. Наверное, у них был тот самый Финот. Потому что траты на облако Google, ну, там были десятки тысяч долларов в день. Но вот как они вот нашли его замечательный запрос, для меня это тогда было магией. Сейчас я уже плюс-минус понимаю, как это делается. Ну, руками это парсить же невозможно. Ну, как бы даже и глазами, да, в принципе, как ты можешь посмотреть, если у тебя более-менее развитая какая-то инфраструктура. Ну, по-моему, просто нереально. Вот даже у меня вот несколько педпроджектов, и я уже глазами, ну так, слабо, короче. Это я там подписываю везде, лейбики выставляю там и так далее. И то, как бы, знаете, с натяжкой, скажем так. Ну, вот, собственно, про это мы и расскажем на докладе. Паша даже, наверное, покажет демо. О, кстати, да, демо, это вообще совершенно замечательно. Давайте, кстати, действительно, вот немножечко снимем со стека вопрос по поводу вашего доклада. Если я правильно понимаю, то вот в 20-х числах сентября, практически вот уже неделя осталось, чуть больше, да, в Санкт-Петербурге пройдет конференция двухдневная Сейнт Хайн Лод плюс-плюс, как обычно. И у вас там парный доклад, как я уже так чуть ранее говорил. Причем он называется круто, вот честно говоря. Я, когда его прочитал, думаю, по-моему, вы его переименовали. Он изначально немножко по-другому назывался, когда я предварительный, по-моему, видел список. Это как-то, где деньги, Лебовский? Или почему пора перейти на Фенопс? Что-то такое. Именно так. Парни, давайте вот в двух словах буквально, давайте тизернем, слушайте нашего подкаста, о чем будет доклад, потому что, ну, понятно, мы всех ждем, естественно, на конференции, потому что лично встретиться, очно пообщаться, это, конечно, святое, особенно после вот этого дурацкого локдауна, когда мы тут все сели на годик, так сказать, посидеть. Кажется, что это совершенно замечательный повод. Так, о чем? Фенопсия. Мы... Четко, коротко и ясно. Не, ну, смотри, мы просто расскажем вообще, как бы, с чего начать. Да, мы расскажем уровни зрелости Фенопса. Мы покажем демо, как на современных Cloud Native компонентах сделать Фенопс, который работает. Мне кажется, это вот для 30 минут доклада, это более чем достаточно. Супер. Тогда, соответственно, если я правильно понимаю, вы выступаете именно 21 сентября, то есть это во второй день конференции, и в зале... О боже, залп Пуффиндуй! Пуффиндуй! Слушайте, Гарри Поттером запахло, да, в воздухе. Джентльмены, а вообще, как бы, иногда кажется, что вот в биллинге, давайте вернемся немножечко назад, к началу подкаста, в биллинге иногда происходит какая-то магия. Вот для многих, тех, кто нас сейчас слушает, кажется, ну, биллинг кажется простой вещью. Вот, ну, и это большое заблуждение, на мой взгляд. Давайте, как бы, потанцуем вокруг этой темы. Биллинг — это сложно, биллинг — это высоконагруженно, биллинг — это то, что требует какого-то постоянного шага назад, и много-много таких областей, о которых ты не думаешь, потому что, на самом деле, операция той же самой блокировки сервиса, которая, вроде бы, происходит на биллинге, на самом деле должна быть полностью отдельно от биллинга, но при этом должна использовать его данные. И вот вокруг этого все очень-очень непросто. Ну, да, это, кстати, вот очень важный момент, что биллинг — это не совсем про деньги. Ну, в смысле, про деньги тоже, но, как бы, прежде всего, это про обработку вот тех самых, ну, там, стримингово поступающих данных, плохо сказал, конечно, ну, да бог с ним, и, соответственно, обработку, вот это многопоточное, вот так сказать, принятие решений. Вот как-то немножечко про свой опыт. На чем пишете, что писали, где использовали, какой софт использовали, ну, ты написал, вот, кстати, Саш, ты говорил, что вы написали самостоятельно собственное решение новое, оно на чем-то основывалось, или это был вот прям нулевый-нулевый проект? Ну, смотри, мне кажется, в 2021 году не так много людей может взять и написать что-то с нуля, то есть, само собой, там под низом много open source, но, то есть, самое сложное в биллинге — это стыковать его с имеющими системами, так называемый mediation layer, то есть, там шла самая большая разработка. Там много Go, много, само собой, Python, Time Series с базы данных, ну, конечно же, Java для самого процессинга. Java в этом подкасте мы, конечно, безумно любим, мой любимый язык программирования, но, тем не менее, я понимаю, как это, разделяю боль по частям, и Go, и Python, вот это все. Сейчас пишу ряд примеров для сервера леса на Python, вот, как бы иногда плачу, как это, в подушку, но, тем не менее, давай вернемся, как бы, понятно, что, когда мы делаем production ready code, это, конечно, никакие не экзамплсы, это все многопоточное, это отказоустойчивое, это про безопасность и, естественно, про хранение данных, которые каким-то образом должны храниться. Вот в Phenopsis интересная тема, она связана, на мой взгляд, очень сильно с тем, а как мы эти данные наружу отдаем, ну, точнее так, не мы наружу отдаем, да, как клиент изнутри провайдера это получает, потому что, как по сути дела, он же должен прийти, так сказать, постучаться такой, ребята, выдайте мне чего-нибудь. А как вот сейчас принято это делать? хорошее best practice поделись из первых пунктов. Ну, давай я просто как бы расскажу даже не как у нас, а как будет, наверное, у нас в демо. То есть, нет best practice на самом деле, да, то есть, есть инженерное искусство, которое состоит в том, что ты берешь много компонентов готовых уже и собираешь их особым, специальным образом, мне кажется. То есть, не по всем вещам, мне кажется, если честно, можно даже термин best practice применить. То есть, best practice это то, что часто тиражируемо. Ты пишешь код, да, его пишут там сотни тысяч разработчиков, но биллинг для облачной платформы пишут только в облачной платформе, а их как бы можно пересчитать. Ну, логично. Ну, кстати, был упомянут open source чуть-чуть ранее. А давайте мы в эту тему немножечко зайдем, потому что вот со стороны провайдеров понятно, да, ну, надо писать, это прям, ну, отдельное искусство, как ты выразился, здесь действительно надо вложиться. И команда должна вложиться, и инженерный потенциал достаточно высокий, и риски, кстати, огромные. Каждый провайдер там, так сказать, прям с напильником стоит и, как бы, это, так сказать, аккуратненько, аккуратненько выпиливает все, что надо. А вот снаружи, снаружи клиенты, есть ли готовые хорошие open source решения? Давайте вот вокруг вот этого озера потанцуем. На самом деле их не то, чтобы много. И возвращаясь к предыдущему вопросу, скажем так, не то, что best practices, но вот такой некий паттерн, который часто используется, это, он связан с тем, что, по сути, в Phenops мы рассматриваем биллинг как некую метрику. Как только речь заходит о метриках, неизбежно вспоминается Prometheus. И один из вариантов того, как можно организовать подобные измерения, скажем так, это написать некий адаптер, который будет выгружать данные через API клауда и предоставлять их Prometheus через metric endpoint. Ну и, соответственно, мы там можем всякий алертинг настроить, естественно, бюджеты туда завести, ну, соответственно, и как-то матчить эту всю историю, да? Слушай, а тогда, Павел, вот есть, ну, окей, ну, Prometheus, Prometheus, нужно как это склеить, так сказать, совсем, есть хороший уже, так сказать, предупакованный софт какой-то, то есть, уже, знаешь, типа, пэкч, который можно прям накатить и все будет у тебя, ну, не все, но хотя бы там какая-то основа, скелетончик такой. Отчего все танцуют? На самом деле все танцуют от Prometheus, вот тут никуда не денешься, Prometheus, Prometheus, это то, что должно быть, вот. Есть неплохое решение, которое мы как раз-таки будем показывать, это CubeCost, но оно, скажем так, оно очень узкопрофилированное, это вот именно Kubernetes, причем такая вполне неопределенная часть Kubernetes, ну, вот оно, например, работает примерно вот по той схеме, которую я описал. Ну, на самом деле, для крупных-то заказчиков Kubernetes уже, ну, как-то by default решение, ну, по крайней мере, для многих частей. Понятно, там еще различные менеджеры датабейс подключаются, другие сервисы, но, тем не менее, мы все равно как основу для выгрузки, так сказать, основная нагрузка, наверное, она все-таки внутри, внутри вот самого Kubernetes и происходит, так что вот это решение, кстати, ссылочку, наверное, предложим, шоу-ноты и ссылочку на выступление, чтобы можно было, так сказать, ознакомиться с какими-то там вариантами. Понятно, что выступление еще пока только предвидится и там скорее тизерочек, так сказать, но, тем не менее. вот давайте еще тогда попробуем про такую тему поговорить. Мы уже как-то немножко начали продвигаться к ней, а вот вообще люди по большому счету пишут и собирают вот свои собственные вот эти финопс-системы, допросят меня за такой термин, ну, буквально на коленке. Ну, то есть, если у нас есть графана, если мы там, соответственно, это все каким-то образом сварили из каких-то полуготовых готовых модулей, плюс сами должны еще какой-то кусочек написать, это такая, ну, сборная солянка какая. Мне кажется, там очень много потенциальных уязвимостей или неточностей. Что думаете по этому поводу? Безусловно. Как еще и имеется такая практика, причем не только в небольших компаниях, но и в таком серьезном интерпрайсе, это немножечко постфактум решать вопросы безопасности, то есть, никакие там модели угроз не составляются заранее, не везде, конечно, но зачастую. Вот. И ну, приложение, которое даже приложение системы, да, полноценное, которое состоят из такой Frankenstein, состоящий из кучи open source компонентов, связанных чем-то написанным на коленке, он, естественно, дырявый, с учетом того, что мы здесь говорим о деньгах, это действительно очень большая проблема безопасности, которая, наверное, сейчас не так актуальна, потому что сама тема не то, чтобы хайповая, но как и в случае с облаками, как только хайп возрастет, сразу же и проснется какой-нибудь безопасник, который начнет говорить, ой, это небезопасно, это нельзя использовать. Самое главное запретить, а то, как мы будем решать свою бизнес-задачу, это уже другой вопрос. Оно же ходит и в опишку облачного провайдера, и оно ходит в опишку кубера, кредицы, естественно, кредицы. ходит прямо в самое сердце. К вопросу немножко поспойлерю доклад, то есть, мы предлагаем некую модель зрелости, то есть, как должен, грубо говоря, выглядеть Фенопс, как постепенно его внедрять, и что должно быть. И вершина Фенопса, на самом деле, это автоматизированное управление затратом. То есть, в принципе, грамотно построенная Фенопс-система, она может просто выключить например твой сервер, который, как она считает, он стоит в Айдле. И то есть, конечно, мне кажется, вот когда безопасники начнут глубоко разбираться в Фенопсе, то вопросов к этому может быть очень много, и, конечно же, не везде автоматизированный Фенопс заработает. И появится в Фенсе Копс. Продолжение. Модная тема, да, предвидим этот тренд. Кстати, давайте вернемся. Это хорошая тема, кстати, по поводу безопасности. А вот если в целом как-то прикинуть, посмотреть на вот эту модель зрелости в Фенопсе, как-то можно допустим первые 2-3 стадии как-то разложить? Потому что я думаю, что в ней большая часть людей себя обнаружит. первая часть очень простая начать понимать данные биллинга. То есть ты начинаешь с того, что вообще как бы начинаешь, то есть айтишники начинают смотреть в биллинг. Не то, что раз в месяц в них кто-то смотрит из бухгалтерии, айтишники начинают смотреть раз в месяц хотя бы. Ну, а далее они перестают смотреть файлики, они начинают ходить в опишку облачного провайдера, уже детально разбираться. Ну и тут уже все вот ключевые слова не real-time, just-in-time location и все вокруг этого. На самом деле это как бы очень тесно связано еще как бы с историей с безопасностью. Давайте как бы вот такую вот ловерды. Вот стартовым поинтом может служить вот что может подвигнуть начать этим на это пристально смотреть и этим заниматься это история когда ты начинаешь действительно следить за загрузкой своих сервисов. Когда ты не просто смотришь на метрики ой у меня тут стало потребление возросло да, а ты такой типа а насколько это в деньгах выросло то есть а действительно ли там есть продуктовая нагрузка потому что как бы ну давайте сейчас пытаюсь пример быстро вспомнить вот тут недавно были некоторые хакерские атаки и очевидно что это мусорный трафик который не принес не не конвертировался ни в какие деньги не не был связан ни с какими-то покупками ни с какими-то бизнес транзакциями ни с какими-то полноценными бизнес процессами и вот этот мусорный трафик он же он же должен был сжечь какое-то количество ну килотонн денег и у провайдеров и у потребителей сервисов и соответственно это ничего хорошего если в нормальных конторах мониторинги настроены то когда там это три зеленых свистка там как это все начинают бегать и суетиться ай-яй-яй на нас движется вот это вот все неприятное которое в итоге там где-то финализируется где-то в конце в бухгалтерии что делать-то как бы есть какие-то хорошие советы которые можно дать коллегам которые вот сейчас находятся в этом переходном периоде то есть они уже мониторят систему они уже смотрят на графики потребления каких-то ресурсов но еще пока не как бы не связывают это напрямую с деньгами то есть вот какие-то пара простых базовых каких-то советов правил практик что можете посоветовать на что обратить внимание на самом деле тема-то очень старая я больше скажу даже в банке угроз в стек есть угроза вот такого неконтролируемого потребления облачных услуг я вот не помню как она точно называется но вот как раз таки именно суть похожа на то что ты говоришь да вот ддос атаки мы начинаем пожирать кучу ресурсов или вот что сейчас очень популярно стало криптомайнеры которые ставят где-то на виртуальных машинах да очень такая забавная тема когда люди там бывают взламывают сеть банков автоматом но не понимают что это банки просто сидят там майнят хотя они могут деньги напрямую выкрадывать вытаскивать ну ладно это немного отвлечения на самом деле так как тема старая инструментов уже куча существует это ну банальная система антиддос также ну IDS то есть intrusion detection system intrusion prevention system IPS они прекрасно с такими же проблемами справляются просто потому что с точки зрения инфраструктуры это просто какое-то неконтролируемое и необоснованное потребление да то есть логика здесь не меняется и соответственно каких-то специальных систем которые вот там как мы говорили финсекопс да которые будут вот специально для этого созданы их не нужно даже разрабатывать не нужно внедрять просто старый добрый инструмент безопасность вполне себе сгодится а вот а вот если подумать финопс это только про облака или нет потому что ну вот по факту я сталкиваюсь с этим термином исключительно в области вот клауд провайдинга я очень люблю про это говорить да наше мнение очень наше мнение с Машей здесь абсолютно противоположно я настойчиво не верю в финопс в частном облаке потому что если у тебя есть частное облако ты не можешь никого отключить от него то есть тебе все это бесполезно вот у Паши другое мнение я позволяю ему с ним отключить да спасибо спасибо Саш ну хорошо хорошо с козырей зашел да я я действительно верю в финопс в частном облаке но на самом деле тут важный момент да это должно быть именно приватное облако не полностью он прям инфраструктура потому что это просто тупо сложнее сделать на он прям инфраструктуре так вот говоря о частном облаке я считаю что здесь другая скажем так ипостась финопса начинает играть большую роль и это возможность более грамотного бюджетирования то есть если у вас есть какой-то грамотный финансовый специалист с которым можно пойти на контакт и обвесить все метриками и начать считать сколько вы потребляете и даже вот в этих прислалутых тубриках в частном облаке то вполне себе можно бюджеты закладывать более грамотно чем это делается сейчас да и вообще отказаться от такого понятия как закладывание бюджета когда на год его планируют вперед и изменить нельзя это устарело просто очень сильно и как раз таки частная облака должна помочь от этого избавиться как мне кажется ага парни а вот давайте просто прыгнем немножечко вообще в другую совершенно тему здесь вот были упомянуты различные инструменты часть написана на open source часть написана на ну понятно для украловных провайдеров на go и кажется что вот разные языки разные вот экосистемы языковые да потому что вокруг этого всего куча всего да возможно они генерируют различную нагрузку ну в смысле профиль этой нагрузки может различаться есть ли какие-то хорошие инструменты которые позволяют профилировать вот общий бюджет на какие-то вот отдельные вот экосистемы такие типа значит вот это вот у нас про обработку данных вот это вот ну то есть чтобы как-то автоматически разделять бюджеты есть ли какие-то хорошие инструменты это не бюджеты да я бы так не сказал что это называется вот то что ты говоришь это локация чаще всего вот такая штука она делается тегами то есть ты заранее согласуешь теги причем важно что ты выравниваешь эти теги с финансами потому что у айтишников теги могут быть абсолютно другие что айтишнику как бы тег то финансам ничего и по этим да теги или лейблы потому что в амазоне в амазоне лейблы используют это ну одно и то же или это разные вещи в принципе это плюс-минус одно и то же да потому что и то и то это флексономия флексономия это как от нашего доброго английского слова фолк это то что любой человек может задать семантическую нагрузку ну и если как бы человек умеет грамотно писать не делает опечатки в них умеет как бы договариваться то на основе лейблов тегов можно все разметить ты можешь разметить не знаю там база данных да можешь разметить фронтенд бэкэнд ты можешь разметить аджайл структуру да как у трайп по бизнес продукт бизнес подразделений и на основе этого довольно четко все сделать тут важно то что я для себя определил таким неким обозрительным путем тегов должно быть максимум 6 иначе это сложно и уже как бы неоднозначно понимается интересно на самом деле это такой интересный вей а вот вообще кстати вот даже сейчас вот в этом разговоре проскальзывают уже такие как это специфическая терминология в общем какой-то определенный взгляд на вещи немножко философский да а это значит что люди вот с таким типом мышления где-то появляются откуда они берутся есть какое-то место ну как бы в принципе наверное пока еще нет ни специальности такой по большому счету нет каких-то курсов подготовки ну кажется что таких прям массовых то есть какие-то локальные есть вот по вашему мнению вообще специалисты в финопсии откуда берутся берутся из боли и страданий организации которые устало не понимать куда уходят деньги то есть если организация как бы у организации за это болит то они там и появляются если ты делаешь например кастомный продукт который не потребляется в модели САС скорее всего финопсы у тебя никогда и не появится ну и конечно знаешь я гуглил по хитхантеру вакансии есть позиции есть их мало но просто пока еще не везде облака ты знаешь на самом деле если например разработка пойдет в облака если много стендов будет в облаках то даже компании которые там на локальных машинках вся что-то разворачивали да то они тоже научатся считать деньги вот правильно кстати вот мне кажется мы в принципе достаточно договорили всякого разного интересного есть давайте вот еще небольшую темку для тех кто нас слушает все равно человек который работает над какой-то темой он формируется с одной стороны сообществом в котором он работает обстоятельства которые на него влияют внутри рабочего коллектива но и конечно интеллектуально за счет каких-то внешних историй например там какие-то литература какие-то книги какие-то там статьи публикации понятно фильмы вот может быть что-то порекомендуете почитать тем кто вот нас сейчас слушал потому что все равно есть вещи которые влияют на то как вы принимаете решения как вы думаете как вы приходите к каким-то заключениям может быть что-то такое порекомендуете тем кто не обязательно пойти кстати мне наверное проще не пойти даже порекомендовать потому что пойти все равно книги они такие ну то есть если это не книги по архитектуре они такие весьма конкретные вот ну я знаю есть хорошая книга называется горизонт событий нежные письма сурового человека это книга про биографию господина Королева собственно создателя нашей ракетной программы и мне кажется вот оно очень близко к тому что происходит в индустрии сейчас когда в принципе все уже написано до нас и надо грамотно это скомпоновать может даже не обязательно понимать как оно внутри то есть вот то демо которое будет показывать Паша да ну я не то что так вам говорю что Паша не понимает что там внутри как бы кьюбкоста да но в целом это просто прекрасно сделанная композиция из готового софта в то что позволяет экономить компаниям деньги прикольно прикольно так это на самом деле я ни разу не слышал эту книгу и кажется что надо просто внести в список почитать так супер а Паша у тебя будет что-то то есть какой-нибудь так тоже трудик ну как трудик я тут скажем так разделяю позицию Саши по поводу того что имеет смысл в свободное время читать что-то отлично отойти в последнее время во многом наверное из ну благодаря правильно говорить будет влияние жены на увлекся психологией и мне очень нравится автор Ирвин Елом это очень широко известный в узких кругах как говорится человек вот у него очень много крутых книг вообще все его книги очень крутые но вот я как бы выделил бы одну всем отворение на день очень классная вещь очень хорошо скажем так ну не то что промывает мозг но подчистивает не то что тайм ту лиф а то что типа ну скажем так подумать о том что ты вообще делаешь экзистенциально он экзистенциальный психолог это это очень 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 важно я согласен понимать вообще зачем ты что-то делаешь и что ты делаешь вообще как бы там как бы а ни херню не 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 бессмысленной ли деятельностью я занимаюсь да в любом случае ссылочки ссылочки мы оставим в шоу нотах вы мне пришлете а я соответственно их положу ссылочка на тизер на выступление есть у нас тоже в шоу нотах и наверное вот на этом мы будем заканчивать и всех приглашаем конечно же на хайло от петербургские где мы все втроем встретимся как это как посетители участники как активные участники конференции надеюсь всех увидеть после вот этого затяжного а в Питере кстати мокрого уже окончание лета и начало осени на этом будем с вами со всеми уважаемые подслушатели прощаться пейте кофе пишите джава до скорых встреч пока пока всем пока выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин Алекс Маликов Федор Русак Игорь Кополь Лео Копанин Михаил Гайдамака Никабуру Василий Галкин Павел Дробушевич Павел Ситников Сергей Киселев Сергей Винярский Сергей Жук спасибо вам большое уважаемые патроны а вы уважаемые подслушатели можете стать патронами приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов Conseguиво ГОТОМ Игорь Кополь ГОТОМ Danielle